Все готово? Просто для создания видеотрансляции нам нужно еще 5 минут, поэтому нужно их даже. Я, по крайней мере, представлю вам Денис Крючков, создатель Абрахава. Можно войнать друг к тем, кто пришел сюда благодаря Абрахаву? Денис, это скреп. Привет, Сеем. И Денисов занимается организмом, а также будет аналогичным веком. Мы сейчас будем, то есть, предыдущих сейчас будут раздавать, наверное, полчаса до каждой. После выступления сначала, в общем-то, Игоря, просто задавайте вопросы Игоря, после выступления Дениса, вопросы к Денису, а потом у вас будет время, чтобы задать вопросы, в общем-то, и до новых встреч. Ману Рома Фермерова, наши партнеры, предлагают вам, в общем-то, задавать вопросы такие, чтобы было на ПЭКе, чтобы получить, в общем-то, книжку. В общем-то, они несколько выберут людей, которые задают самые какие-то хорошие, интересные вопросы, и вычеркивают эти крышки. Спасибо. 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 получим максимальную отдачу в виде вопросов, комментариев и так далее. Поэтому, если по ходу возникают какие-то вопросы, даже по ходу того, что я говорю, можете спокойно поднимать руки, задавать вопросы и так далее. И поэтому стараемся максимально кратко осветить, говорить монологом максимально коротко, а больше всего постараться ответить на ваши вопросы. Итак, начнем с того, что в компании «Математические медиа» мы занимаемся прежде всего теми сайтами, которые не призваны решать глобальные проблемы человечества. Сегодня, пролистывая один из каталогов, который посвящен Дожданой, по-моему, каталогу РУ, я наткнулся на адресание одного сайта, где было сказано примерно следующее, что наш сайт призван решить глобальную проблему человечества, проблему общения. Это какой-то новый сайт, какая-то новая социальная сеть, такая общая тематическая. Вы, наверное, их встречались, бродя по Рунету, очень новые, всякие там, Русспейс, я не знаю, Привет.ру и так далее. То есть очередная общая тематическая социальная сеть. Ну, вот в том-то и дело, что вот ВКонтакте одноклассники знают все, да, есть гораздо большее количество более-менее в социальных сетях, которые никто не знает, но которые занимаются тем же самым. И они все, по крайней мере, некоторые из них заявляют, что мы решаем глобальную проблему, проблему общения. Правда, почему-то создать действие в социальной сети не догадались, что проблема общения уже решена. Она решена одноклассниками, она решена ВКонтакте, она решена Майспейсом, Фейсбуком на более глобальном уровне. Ну, нет проблем в общении такой. У нас есть аськи, у нас есть социальные сети, и как бы создавать еще какие-то клоноподобные сайты, то есть даже просто клонами назвать, у них другой дизайн, у них все сделано якобы по-другому, но в реальности у них вот идея это просто пообщаться, выложить фотки, ввести свой блог. Зачем создавать очередной сайт? Мне, например, непонятно. И поэтому мы решили в своей компании сосредоточиться именно на тех сайтах, которые будут не общетематические. Мы не ждем, что на самый известный наш проект Каббер будут переходить все подряд. Мы не ждем, что на автокадабу наш новый проект будут переходить люди, например, которые с автомобилем никак не связаны, которые придут, не знаю, только посмотреть на фотографии, тачать. Нам это не очень интересно. Мы делаем сайты прежде всего для узкотематической аудитории. В случае с Каббер это айтишник, я надеюсь, что, судя по поднятым рукам, по крайней мере 50% аудитории знают, что такое Каббер. Мы сделали автокадабу для тех, кто интересуется автомобилями, причем желательно, чтобы у них этот автомобиль был. И все наши последующие проекты, они будут посвящены каким-то очередным узкотематическим областям. А сколько всего их будет? Предсказать сложно. Пока мы будем живым, будем делать, делать и делать. Не-не-не, пока четыре. Пока мы ограничимся четырьмя. Но на самом деле, когда раздается воздух в Соберонете, что, господи, вы нас просто заполонили социальными сетями, мы отвечаем, нет, вы еще не видели всех социальных сетей. Они еще будут, будут и будут. Мы просто надеемся, что в конце концов прекратится эта тенденция, когда будут появляться очередные клоны Facebook, MySpace, а будут появляться именно социальные сети, которые ориентированы на какую-то церевую. А как насчет OpenIP? OpenIP? OpenIP. API имеется. А, IP. Ну, то есть открытие 150 или сделать логин для Facebook? Это логин? Ну, честно говоря, не совсем не составляет. То есть, в чём я разрешаю для специальных сетей, а не сделать ее как бы дополнением к уже существующему MySpace? Или? Дополнением к существующему MySpace. Или к Facebook? В общем, вопрос, если я правильно понимаю, в том, почему вы не запрошиваете, например, с Одноклассниками или ВКонтакте, не сделав для них некое приложение, а делаете свои собственные веб-сайды? Я понял. Ну, посмотрите. В целом так. Да, я понял. Вот как... Ну, вопрос, который вначале о том, почему бы нам не сделать, например, приложение для Одноклассников или для ВКонтакте, которое было бы на нашей социальной сети. Зачем создавать некий отдельный сайт? Поясню, почему. Где-то прошлым летом, когда у нас стоял вопрос, что нам делать после хабра-хабра, мы придумывали какие-то новые идеи и так далее. И в том числе стал такой вопрос на этапе всего этого брейнсторминга. А давайте сделаем единый ID. Почему бы нам люди, у которых есть аккаунт на Хабри, почему бы нам не сделать им возможность на всех наших следующих проектах использовать этот ID? Это некий аналог OpenID, может быть, да, ну, такой специфичный, ну, пакриитальный, можно сказать. Проблема в чем? Если ты делаешь социальную сеть, которая ориентирована на определенную аудиторию, тебе абсолютно не нужно вот это вот смешанность, абсолютно не нужна вот вся Танасов, которая присутствует в другой социальной сети. Когда мы, например, вот сейчас запустили автокадабру, да, у нас первое время достаточно большой трафик шел с хаброй, где-то все и баннеры, где, собственно, и анонсировано было появление социальной сети. Но проблема в чем? Пользователи хабра-хабра – это не целевая аудитория автокадабру. Мы не хотим, как бы, перегонять трафик с одного ресурса на другой. То есть наша цель не открутка, недельный реклама, наша цель – собрать вот качественную аудиторию. Потому что от качественной аудитории, в конце концов, если уж говорить честно, и отдача в плане контента, да, и в том числе и в перспективе какие-то доходы от такой аудитории гораздо выше, чем от тупого нагона трафика, там, не знаю, вот, как хабра, как генератор трафика, да, в случае с какими-нибудь, не знаю, другими социальными сетями, там, откручивание баннеров на полный ресурс, еще где-нибудь просто для того, чтобы наконять трафик. Это не совсем наша цель. То же самое и с OpenIP, то же самое и с созданием приложений для таких других социальных сетей. Начнем с того, что для Одноклассников и ВКонтакте, в принципе, нельзя создать никакое приложение, да. В случае с Фейсбукой опять то же самое. То есть там массовка, там огромное количество людей, которые, прежде всего, завязаны на Фейсбуке, и во-вторых, ну, скажем, вот, говорю, вычленить среди них автолюбителей достаточно сложно. Создавая отдельный сайт, то уж получится гораздо большее представление от твоей аудитории. То есть, скажем, Фейсбук тебе не даст всей твоей статистической информации, которую ты получишь от пользователей, которые у тебя зарегистрировались. То есть там очень много факторов. Ну и плюс к тому, говорю, что это даже с финансовой точки зрения, с точки зрения дохода, как, наверное, выглядело создавать свой сайт, нежели просто приложение. Когда у тебя немного средств, наверное, удобнее нанести программиста, который создает приложение для Фейсбук, и так на это будет интересно. То есть, как бы, ваш главный стимул – это вычленить людей, определенный целевой аудиторийный проект, где вы делаете отдельный сайт. Да, именно что, да, вычленить. Создать отдельную такую же кусовку. Проблема еще в том, что вот наличие ВКонтакте, одноклассников и других вот таких глобальных социальных сетей – не факт, что это для всех плюс. Очень многие уже устали от каких-то вот именно больших кусовок. Они устали от того, что каждый день приходят новые уведомления, что их пригласили в новую группу на ВКонтакте, что их запрендовал очередной бывший одноклассник, там, на одноклассниках, хромах и так далее. У них должно быть какое-то свое место обитания. Можно это назвать гетто, можно это назвать, не знаю, какой-то коммун. Но у них появится, скажем, более интимное место. Хотя странно, конечно, называть социальную сеть интимным местом для общения, но все. «Медиакейт». 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 «Это такой новый проект, он делает просьбик, то есть, как бы, отвечает на вопросы, а потом от тебя из всех ресурсов, в Коби, все потроенные проекты». Сейчас, конечно, еще нет книжек, которые вы достаточно полно описывали теоретическую часть вопроса о социальных сетях. То есть я понимаю, что здесь собрались люди, которые хотели бы, может быть, в будущем написать какие-то, не знаю, кандидатские, докторские на эту тему. Но пока никаких особых качественных книг нет, и, соответственно, вы, наверное, будете первыми, кто будет заниматься вот этой теоретической частью. Ну, и, может быть, и мы, наверное, будем первыми. Пока на данный момент мы имеем какие-то наброски представлений. Вот, к примеру, то, что мы представляем в плане социальных сетей. Что вот три основных цели, великих цели социальных сетей. Это генерация контента, генерация связи и естественная составляющая. В той или иной социальной сети вот та или иная цель может преобладать, может отодвинуть быть на второй план. То есть, если вы возьмете ЖЖ, вы поймете, что там генерация контента на первом плане, что ЖЖ – это, прежде всего, может быть, блоговый движок, нежели социальных сетей. Хотя там все признаки социальной сети присутствуют, да, там можно фрейдиться, там можно указывать свои интересы, искать других людей. Но там генерация контента на первом месте. В случае, скажем, с контактами данных властников, тут уже генерация связи стоит на первом месте, да. Сервисы составляющие это характерны, может быть, для проектов типа недавно открытого в мире Тесен. То есть, там, где пользователь, помимо заведения френдов, обычного, привычного, да, может, скажем, найти какие-то интересные, не знаю, театры, кино, может найти даже знакомых. То есть, это такой действительно качественный сервис по поиску, то есть, по генералитическому поиску. Вот. То есть, так, в идеале, в идеале, мы, например, хотим создавать те проекты, которые вот здесь и все эти составляющие будут находиться в неком балансе. И нам кажется, что вот в таких социальных сетях, вот за ними, может быть, и есть в будущем. То есть, это тематическая социальная сеть, в которой вот три эти цели, генерация контента, генерация связи и сервисные составляющие, будут находиться в балансе, будут взаимодополняться и так далее. А вот это привели к цели пользователей. В общем, вы не знаете, что это за цели. Это, нет. Вот если мы говорим сейчас о продюсировании социальных сетей, то, когда, например, вы готовы создать свою новую социальную сеть. Сейчас ведь, ну, действительно, любой программист готов создать какую-то новую социальную сеть. Но сейчас очень молод. Это называется обязательно стартап, это обязательно социальная сеть там, где, ну, приставка бета, ну, это традиция сейчас. Да, это, кстати, да, действительно, та же сеть, что делать свой маленький хабо за 30 минут при помощи дополок. Ну, в принципе, да, такая теория есть. Я думаю, что если кто-нибудь готов выпустить хабо в коробке, которая будет продаваться, ну, кто-то готов выставить этот продукт на продажу, я думаю, он будет вполне себе продаваться. Потому что если на невникательном механизме хабо, то вполне себе вот эту дом-совалку хабо можно прикрутить и на дурпал без хабо. То есть вы можете создать этот бежок в специалистскую хабо в порядке. То есть вы сам сайт делаете. По функциональности хабо, да? Да, по функциональности, создать хабо, ну, вот частично создать хабо можно на дурпал вполне себе. Так что специалисты по дурпалу в порядке можно измизировать. Но если вы хотите сделать интересную социальную сеть, интересный тематический, не тематический проект, неважно. Вообще, когда вы в целом занимаетесь чем-то, вам нужно задуматься еще и о целях пользователей, которые будут приходить. Недавно я читал одну интересную книгу, к сожалению, сейчас уже не вспомню, не воспроизведу точнее его название. Если интересно будет, можно связаться с электронной почтой, я найду. Там как раз рассказывалось о том, насколько важны интересы пользователей, цели пользователей. И я только после этого понял, почему страшный и ужасный сайт Одноклассники.ру стал популярен. Только после этого я понял, почему не такой страшный и ужасный контакт тоже популярен. Просто потому, что Одноклассники нашли свою целевую аудиторию, они прекрасно себе представляют те цели, которых эта аудитория может достиг при помощи их сайта. То есть на Одноклассниках, к примеру, там в основном тусуются люди, проводящие больше всего времени в офисе, которые занятые, у которых мало свободного времени на общение и в ней работают. И которым, в принципе, достаточно того, чтобы найти своих бывших Одноклассников, посмотреть на их фотографии, посмотреть на тем, как там Ру Рома из параллельного класса потолстела, там, моя первая школьная любовь сильно изменилась. И этого недостаточно. Поэтому на Одноклассниках Ру присутствует обмен личными сообщениями, поэтому на Одноклассниках Ру присутствует закачка фотографий, да, и очень удобные... Ну, достаточно удобные прослушки. Больше там нет ничего. Понятно, что там страшный потолок учебных заведений. Все окей. Но им это не нужно. Понятно, что там нет, например, сообществ. Им это тоже не нужно. То есть там действительно, по большей части, находятся вот эти вот самые изнутри люди, которым и Айска-то не очень нравится, на самом деле. И моим клиентам не слишком близок. И даже простой интерфейс для общения. То же самое с ВКонтакте, где, все-таки, другая целевая аудитория, но и вы сами как раз представляете. Я думаю, что большинство здесь присутствующих ВКонтакте нравится больше, чем Одноклассники Ру. Ну, не буду сейчас задать вопрос, кому нравится Фейсбук больше, чем ВКонтакте, это уже следующая тема. Но вот ВКонтакте студентам понравится гораздо больше. Просто потому, что там тусовки, там постоянные группы, встречи, куча возможностей. Вот, это то, что нужно молодым. Они уже, как бы, могут и с Ассией нормально работать, но с Ассией ВКонтакте сделал себе и мессендж свой появился. То есть вот, это как раз молодежная аудитория. Например, опять-таки, как бы, если брать наш опыт, очень большой вопрос, на самом деле, если признаться честно, задумывается ли мы его об этих великих целях пользователей. Потому что в случае, скажем, с Хавром, вот представьте себе аудиторию ГИКов. Я думаю, что от этих частей здесь присутствующих действительно ГИКов. Это люди, которые интересуются новыми технологиями. Мы представляем себе примерную цель этих пользователей. Это получение информации. Да, это множество всяких фишек и плюшечек, в которых мы обвешиваем сайт, в которых можно покопаться и так далее. Мы постепенно даем пользователям эту возможность. Постепенно даем эту возможность. Вот сейчас, Саша, мы готовим новую версию движка. То есть она будет еще больше насыщена именно ГИКовскими штучками, которые, скажем, на автокадавре проекте ориентированы не на ГИКов абсолютно, которых там не будет в любом случае. Понятно, что, мы скажем, можно прикрутить OpenID и туда, и туда, но всякие вещи типа интеграции с Gravatar, есть такая сервиза Gravatar, которая позволяет хранить аватар, привязанную к новею. Но вот это, например, обтолюбителям не совершенно нужно. Так же, как на агнатазниках Rune нужен свой мессенджер, так же, как на агнатазниках Rune нужно вести блогер и сообществом по школам, по компаниям. Так же, скажем, и на автокадавре и других таких подобных сервисах не будет рюшечек, которые интересны для ГИКов. Потому что автолюбителям и всем другим не будет интересна просто эта информация. То есть если мы сейчас говорим о некой общей теории, если вы хотите что-то записать в блокнот из теоретической части, попробуйте записать именно R, что перед созданием очередного сайта задумывайте, какие цели будут преследовать ваших пользователей. В принципе, это, опять-таки, вполне логично для современной жизни. У нас, когда мы разговариваем интернете, это очень легко проводить какие-то провели с реальной жизнью. и так как вы здесь большей части представители высшей школы экономики, вы изучаете экономику и представляете, что в любом бизнесе это тоже абсолютно необходимо. Нужно знать, для кого ты работаешь. Здесь примерно то же самое. Вам нужно перетягивать свой сайт и знать, для кого вы работаете. Создание сайта вообще в целом начинается... То есть понятно, что он достаточно новый этап. Я попробую вкратце о них, конечно, рассказать. Более подробно рассказывать о каждом этапе я, наверное, не буду, потому что каждому из них нужно посвятить отдельное какое-то выступление, которое будет идти явно не полчаса, а не часа, а даже больше. Окей, вот... Сколько вообще из вас есть идей о том, какой-то новый сайт сделать? Малые идеи. Юра, хватит. У тебя отличный сайт. Ну, на самом деле, не очень много. Ну, окей. Ну, вот, по крайней мере, несколько рук я видел. Ну, то есть получается, что концепт у вас есть. Понятно, что вы, прежде всего, должны задуматься вот об этом, да? Потом мы переходим к неким практическим, более техническим частям, да? Ну, давайте начнем, к примеру, с подбора номенного имени. Просто, потому что это тоже, если я слышал, как... Я просто помню, что на одном не очень известном ресурсе было что-то типа сотрудники тематических медиа отправили в логопеду для того, чтобы они лучше подбирали название для новых своих проектов. Вот, к примеру, наша доска перед тем, как мы собирались... Думали на названии игрового проекта, проекта сообщества для геймеров. Некоторые из вас уже услышали о нем. Это игронос Pro.ru, которая была недавно анонсирована на камере. То есть вот здесь перечислено порядка 30... ну, 20 названий различных. В игре РУ. Да, что на самом деле спать, я в игре РУ был достаточно популярный игрок. В машине? Ну, там машины, там машины, кадры и все остальное. Ну, среди самых экзотичных, можно сказать, это Лили Мама. Это на Сулахири переводится игра. А как Лили Мама? Лили Мама, да. Ну, мы подумали, что Сулахири не очень много народу знает, на самом деле. Как-то не поедет. Интересно, что я хочу сказать, что вот это вот все, это записывание на досках, да, вот в случае, например, с придуманным названием проекта в своем распорядке вышло. Потому что в итоге, как бы, название развилось где-то порядка, ну, недели так через две, через три, оно просто пришло в голову кому-то. Вот это все записывание вариантов, обсуждения, вот их, оно очень часто для меня очень эффективно, потому что действительно интересное название. Может, бывает у кого-то одного в голове, и когда он скажет это другим, вот, других это сразу очень сильно зацепляет. Если вам приходится записывать это на доску, и потом другие люди подходят и думают, ну, наверное, подойдет, наверное, будет прикольно, значит, что это не совсем это название, которое нужно для этого проекта. Сколько людей воспринимают участие в придумывании? Вот в данном случае все, кто проходил мимо, записывали свое какое-то название на доску. Сколько стран. Сколько стран. Сколько стран. Нет, сколько стран стран. Сколько стран. Это задание для новых сотрудников. У нас приходили здесь беседы. Наши нынешние технологии придумали технологию герстокоровиками. и записывали, кто застройку совершал, что-нибудь получилось. Вот. То есть, вот в случае с придуманием названия, как я объяснил, лучше вы, не знаю, уменьшитесь где-нибудь, да, и просто старайтесь постоянно думать в этом проекте. Постепенно у вас какое-то название всплывет обязательно. Но вот это можете не повторять. Я думаю, что мы тоже, в случае с огородным проектом, это чтобы с доской проделать, мы больше это делать не будем. То же самое было, скажем, и с названием Хабра, и Адапра, и вот Сыграностры, и с еще одним проектом Дреблер. То есть, они, вот, они были тоже, думаю, абсолютно спонтанны, но когда ты кому-то говоришь это название, человек сразу же говорит, да, это вот отоплачено. То есть, как себя неправдал? Да, сказать, меня неправдал абсолютно. А как вы думаете, что именно случайно, да, то есть, это озарение? Это да, это так, как себе не озарение. То есть, это может быть какой-то элемент демократии, но не все имеют демократию, и поэтому... Скажите, а вы не имеете демократию? Я тут к следующему вопросу. Точнее, к вопросу к следующему. То есть, просто я имею в виду что? Что при создании, при разработке каких-то проектов, демократия не очень часто нужна, на самом деле. Тоже так же, как придумывание названия, да, она не сильно нужна. Так же она не сильно нужна для нас теперь по следующую тару. Следующее, после, вот, придумывания названия, да, придумывания какая-то концепция, не знаю, в каких-то крупных компаниях, наверное, проводят маркетинговые исследования. Мы, к примеру, этого не делаем. Просто, во-первых, потому что мы не имеем таких финансовых возможностей, потому что маркетинговые исследования действительно серьезная штука, да, а проводиться это просто поресить форму голосования на каком-то сайте, да, и что-то выяснить, но это не будет то самое исследование, которое нужно. Во-вторых, ну, спорный вопрос, насколько они нужны. То есть для того, чтобы изучать аудиторию, вам не нужно нанимать команды специалистов. Если вы делаете какую-то социальную сеть, может быть, вам лучше поизучать те проекты, которые уже существуют на этой теме. В случае, скажу, если вы хотите создавать проект, связанный с IT-тематикой, залезьте на карк, залезьте на какие-нибудь классические форумы, залезьте на другие, в общем, сайты, где происходит общение. Залезьте на Rollin.ru, залезьте на WebPlanet, почитайте комментарии, залезьте на форумы SNEU, iXPTI, на все подобные сайты. В случае с игровым проектом мы, скажем, активно лазили по игровым форумам, то есть там, где тусуются, скажем, и поклонники каких-то шутеров. Вот этих разрозненных сайтов, которые посвящены играм, их достаточно много. Поэтому для того, чтобы состоять себе более-менее целостную картину на том, что людям интересно на этих сайтах, просто достаточно, то есть, там, денёк-два почитать, что там обсуждается, как там обсуждается, какие там проблемы у модераторов возникают, потому что эта история достаточно специфична. То же самое со всякой стадии. Поэтому, например, мы после того, как придумали название, мы должны, мне кажется, мы обычно приступаем к адресовке карты сайта. Карты сайта, вот к чему все обычно привыкли, это некая такая непонятная страница, которая присутствовала, по-моему, последний раз я встречал в интернете года три назад на каком-то региональном сайте, ну, просто сайте компании. Там, значит, движок генерировал карту сайта, и просто был маркированный список ссылок на все страницы. То есть он нужен, по-моему, в основном для выпусковиков. Карта сайта, которая я имею в виду, ладно, немножко другая. Карта сайта — это некая блок-схема, которая будет отрисована в связи между справницами. Когда мы опять-таки возвращались к нашему опыту, занимаясь разработкой игроносперы, мы придумали эту концепцию, она у нас даже реализовалась на бумаге. Концепция получилась такая, как минимум двухсохраниченная, если не правильно помню. Потом мы решили составить карту сайта в виде блок-схемы, в виде фотографического решения. Когда я увидел то, что получилось на доске, а потом еще и на экране, я был просто в ужасе, потому что более запутанные схемы я еще в жизни не увидел. Это был сайт, в котором вложенность страниц составляли порядка шести-семи. То есть для того, чтобы попасть в некоторый раздел с главной страниц, нужно было пройти через путь шесть-семь страниц. Это просто нереально. Это для проекта, который ориентирован на массовую аудиторию, это просто нереально. Для сайта с гипом, для сайта, который предоточен для гипов, ну там можно... А на хабре у вас сейчас сколько? Вот на хабре для новой версии сейчас вот ребята занимаются с этим сайтом. Я думаю, тоже будет интересно посмотреть на это все. Пока давайте представим. Шесть. Пока они загадывали, сколько именно там есть. Просто вот для случаев с хабрами, то есть вот это всего не делалось, потому что хабр был сделан с его первой версией, была еще в 2006 году, когда так серьезно, практически вернее, ничем никто не подходил. Сейчас старается сделать... Как обычно выглядит эта карта? Как обычно выглядит эта карта? Что? Вот я, к сожалению... Нет, к сожалению, сайтифа нет, но вы представьте себе, что вот есть блок-схема, в которой корень является главная страница. И от нее пошли ветви по разделам. То есть главная страница разделов, да, и... И просто... А стрелочкой вы отрисовываете, как пользователь перемещается по этим страницам. Как эти страницы логически связаны, и как пользователь будет перемещаться впоследствии. Это очень просто. Вам не нужно для этого иметь ни макетов сайта, вам не нужно для этого фактически ничего, кроме вот этой вашей самой идеи. Может быть, как раз после того, как вы отрисуете эту карту, вам и стоит после этого записывать как-то свою концепцию на бумаге. Просто без отрисовки ее, как бы, писать какие-то документы, это почти бесполезно. Потому что... Ну, вот напишите свой документ, потом сделаете эту карту сайта, вам придется весь свой документ переделываться очень часто. Ну, вот в случае с игроносками, это получилось достаточно интересно, потому что... Посмотрим, как это получится. Что у нас... Что вам интересно дальше? Я вам все это сказал. Фактически старт. Дальше я могу вам рассказывать о моментах, связанных с работой с дизайнерами, с датчиками, с программистами, а в особенностях работа с командами. Но насколько это интересно? Очень интересно. Вопрос такой. Что каждый это может сделать? Мне кажется, есть важный вопрос, на который был бы интересен в совершить ответ. Есть один человек, к которому пришла идея. То есть, расскажите вот последовательность, когда в конечном итоге есть команда, а есть работающий проект. Вот как с одного человека, у которого пришла идея, развить эту идею до уже команды и проекта? Ну, это, по сути, как создать компанию, наверное. Ну, вот вы, так сказать, у вас есть опыт этого. Вы расскажите, поделитесь, это будет очень интересно. Как создать компанию? Ну, скорее, это будет вопрос к Денису, потому что Денис, как глава компании, в этих вопросах больше всего. Потому что вот именно с Дениса все начиналось, и он пошел без пункта в создании какой-то идеи, к юридическому лицу, к созданию большой команды с рабочими и так далее. То есть, наверное, это отложено чуть-чуть на более позднее. Но вот вопрос... Игорь, а можно мы переформулируем немножко тут твой вопрос насчет работы с разработчиками и верстками? Что вы делаете не так, как все остальные? Ты сказал, ну, любой может сделать, условно, продукт, по функциональности похожий на Хабберк. Любой. Берешь там друпал, что-то привинчиваешь, нанимаешь херстальщиков, берешь это, отрисовываешь. Что вы делаете не так? В чем ваша изюминка? Проблема в том, что, наверное, мы все делаем не так. Вот с одной стороны мы... Как бы... Вопрос в том, что мы делаем не так в момент создания проекта. Что мы делаем не так, как все остальные. В плане разработки. В плане разработки проекта. Продукты. Вот, на самом деле, мы все делали не так. Вижу в чем. Есть вот некие два подхода. Первый подход — это прочитать кучу правильных книжек по менеджменту проектов. Сейчас, благодаря нашему некоторому издательству, у нас повез кучу переводных книжек и по юзабилити, и по проект-менеджменту. И для верстальщиков и для программистов много интересных адресраторов. Можно прочитать их все, и все это сделать очень правильно. Есть второй подход — это действительно сесть, почитать мемуал по трубалу и что-то быстренько свистать. Да, быстренько сляхать. Проблема в том, что мы книжки-то вроде читали, но делаем почему-то все равно не так. Потому что в книжках, в принципе, правильно написано, что в процессе разработки часто вмешиваются человеческие факторы. В одной из книг, которую я читал, там так было сразу сказано. Все, что вы прочитаете дальше — это все, конечно, очень крупно, но у вас все пойдет абсолютно не так. То, что вы работаете с людьми, вы работаете не с компьютерами. Это можно действительно с точки зрения компьютера, для какой-либо программы, прочитать и понимать, как она действует. В случае с людьми — это абсолютно не так. Но, с другой стороны, мы действительно не те школьники, которые работают с полно-сервисными движками просто для того, чтобы у них что-то было в фартфолле, и просто что-то показать, что они сделали, как вы писали. У нас есть, как минимум, два отдела разработки. У нас есть, помимо отделов разработки, есть отдел проектирования. И понятно, что мы все проходим вот эти вот описанные книжки-цепочки. От идеи, от рисовки дизайна, проектирования до биографии, программирования и так далее. То есть мы все эти цепочки проходим. Но для того, чтобы понять, что именно мы делаем так, и что мы именно делаем не так, может быть, нужно... И сколько раз проходят эти цепочки? Ну, в случае с каждым проектом вот эти цепочки проходят естественно один раз. То есть вы сделали проект какой-то на бумаге, да, допустим, и потом объедите его в верстку? Ну да. Стандартная работа над проектом заключается в том, что вот идея и название, да, отдел проектирования, потом он уходит, соответственно, дизайнером, после дизайнера, представщикам и программистам. Вот. У нас это вот абсолютно стандартная цепочка. Я думаю, что в любой более-менее крупной компании эта цепочка абсолютно такая. Проектирование проектирование проходит вот на... Да. То есть вот включая карту сайта... А вот включится интерфейс уже, да? Ммм... Да. То есть это стандартная цепочка для любой более-менее крупной компании. Я думаю, что вот в этом плане, да, вот в плане каком-то общетеоритическом мы все, наверное, делаем правильно. Как все. Да. Но вот я, наверное, знаю один момент, который у нас происходит не так. У нас даже на этапе верстки, на этапе программирования, если по-хорошему, то на этих этапах не должно переноситься никаких новых идей. То есть на этом этапе, если судить по книжкам, листающие программисты должны быть такими молчащими роботами, которые должны целый день сидеть и... что-то набирают на клавиатуре, на эти все стороны смотреть, которые пишут код, да, вот что-то там прикручивают и так далее. Смотря по каким книжкам. Ну, вот если... Вот взять такой вот такой теоретизированный... Понятно, что там некоторые книжки говорят о том, чтобы давать свободу какую-то и так далее, но вот если в целом по книжкам поревод не такой вот образ программиста, который работает над проектом, он должен молча что-то делать. Вот. Какого книжка написано? Какого книжка написано? Какого книжка написано? Плохой. Это, например, сказано в книжке ИСУ Интернет-Проектами. Сейчас... Автор... Вот. Сигналитилипациентам. Нет. Нет, это ИСУ Интернет-Проектами, но если ввести, скажем, на Азон.ру, там можно найти эту книжку, что это, по-моему, сейчас с таким названием единственным. То есть там вот вся эта генерация идей, она проходит именно на стадии проектирования. Потому что впоследствии это очень вредно для проекта, потому что если у тебя будут идеи приходить в момент верстки программирования и так далее, ты вообще не сможешь представить, что этот проект сделаешь. Ну, просто реальный процесс очень затягивается в этом случае. А вот как? Ну, естественно, у кого как? То есть у вас нету, идеи не приходят на этой верстки? Это вот если по ничкому. В том-то дело, что у нас даже на этой программировании приходит достаточно много идей, в том числе интерфейсов. И порой случается таким образом, что вот мы находимся где-то на половине уже программирования, и в этот момент приходит идея, которая заставляет все переделать, переосмыслить и переделать заново. То есть вот может быть это то, что мы делаем не так. Это, наверное, неправильно. Это с точки зрения бизнеса очень неправильно. Потому что действительно, ты запланировал какие-то сроки, и у тебя там, не знаю, уже может быть договоренность с их рекламодателями, расписан бюджет и так далее. Но вот эта идея может действительно оказаться настолько гениальной, что вот ради нее, наверное, стоит остановиться и переделаться заодно. И у нас так происходило не раз, когда именно на каком-то уже почти конечном этапе приходит что-то новое в полу. И это действительно нужно сделать. Можно продолжить, я тоже вопросом. В среднем, как у вас получается со сроками реализации проекта, запланированные сроки, они насколько, в среднем, не соответствуют реальным, которые в результате делаете проект? Вопрос в том, насколько они соответствуют запланированные сроки, реальным срокам. Никогда не соответствуют, на самом деле. Но это, кстати, будет настройка. Настройка? Вот опять-таки, есть, вот, кстати, вопрос о том, что, об этом самое несоответственное, это, кстати, абсолютно под ниши. В нишах тоже очень часто пишут, что запланированные, реальные могут не совпадать. В нашем случае, ну, вот у нас, скажем, по сути, вот компания тематрически, она выпустила один продукт, вот с нуля, это так, когда-то. То есть, Кабр Кабр, он делался еще, начинался вообще без создания компании, да? Но в случае с Актер Кабр, планирование срока составило примерно месяца 3-3,5. Простите, а как вы это уже начали? То есть, мы планируем его запускать, по-моему, в сентябре 2007 года. А сколько весь проект делался? Да. То есть, по-моему, в 1-2 месяца, в 1-2 года? Нет, вот именно запуск был запланирован, не сентябре спустя, но вот это, получается, к зиме, а начинал он делаться в июле, насколько я вам. Да, в начале июля. Да, да. То есть, ну да, получается, два с лишним раз. Ну, это не так плохо, потому что иногда было, то есть, по рассказам знакомых, бывает отклонение по реализации проектов, там, порядка 400%. То есть, откладываться может не на 2 месяца, может откладываться даже на год. Но у нас может быть проект не настолько крупный по сравнению с проектами Microsoft и так далее, чтобы такие серьезные отклонения делать. Ну, в принципе, ну, примерно так. Скажите, бюджет проекта увеличивается? Бюджет проекта, да, конечно, увеличивается. Ну, вот, сами представляете, что, скажем... Представляете, что, скажем, люди работают, по сути, больше, да? То есть, в момент, когда проект не закончен, соответственно, ни медийной рекламы ничего в этот момент показывать не можешь, да? Ну, да, конечно, бюджет на случай есть. В отношении с инвесторами не находитесь, да? То есть, вы изначально даете им запрошенные цифры? Ну, в отношении с инвесторами? Ну, то есть, вы планируете строить? У вас вообще инвестор есть? Я думаю, что Денис в плане отношения с инвесторами расскажет более подробно. А Дагестан точно так же планируете все это? Дагестан, Дагестан, Дагестан. Там нет никакого планирования, на самом деле, вообще. Этим занимаются отдельные компании, которые, ну... Которые, вот, я сейчас не имею никакого отношения. Понятно. Спасибо. Скажите, вот, интернет-напрессии, если вы не слышали, какие-нибудь визоры, какие-нибудь визоры, какие-нибудь визоры... Давайте, пожалуйста, передавайте микрофон. Ну, ко мне спустя есть просто вопрос. Вот. Когда разрабатываете интерфейс, доводите какой-нибудь изобилийте тестированной интерфейс? Как вы определяете, что такой интерфейс лучше, чем другой? Проводим ли мы визобилийте тестированный интерфейс? Вот... И как вы объясняете... Нет, пожалуйста. Вот, в случае с предыдущими проектами, то есть, мы на Хабле и на Афтекатабле взяли тестирование, как я кого-то не проводил. То есть, у нас все тестирование, оно сводится... Чаще всего проводится в момент, когда мы запускаем закрытую бета-версию и приглашаем пользователей подценить их имущественные недостатки. То есть, именно на этом этапе чаще всего и происходит пояснение каких-то ошибок, как программных, так и интерфейсных. То есть, вот... То есть, вот... Проектирование такого... Проектирование такого... Проектирование мы пока не проводили. То есть, я думаю, что в случае с проектами, которые будут запишены в этом году, вот в этом случае уже будут проводить систему. То есть, с предыдущими этого не происходит. А вы готовы ли разработать столь-то гипотологий? Например, XP, RESTRAM, горбикруппы или НСС? Крабы-то отъехания нет. Гипотологии разработать программное смещение как раз не назначено для того, чтобы как-то все улучшить. Внимательные риски уползять или даже? В общем, у вас все очень плохо. Ничего не используют, эти сроки затяживаются. Ну, в общем, мы это не используем, но я как бы запомню и обязательно изучирую. Спасибо. А может, лучше не надо? Лучше не изучайте ничего. Делайте, как делайте. Каким новых проектом? Нет, действительно, вот... Вопрос, на самом деле, очень интересный. Потому что, да, с одной стороны, у меня у самого личное есть желание узнать, что это такое. Потому что, в принципе, планирование, да, все эти интересные супер... Немножко даже гербатические штучки, это все вещи, наверное, интересные. Единственное, чего я лично боюсь, когда слышал вот такие вещи... То есть, на самом деле, все эти названия я слышал. Вот. Не скажу, что я этот человек дальше надо, звоните, и я слышал. Окей. Вот. Единственное, чего я лично боюсь, не скажу, что останется в нашей компании, то того, что вот как раз это планирование и помешает делать нечто интересное. Ну да, в нашем случае, какого заказчика нет? Заказчик действий. Потому что, в нашем случае, к счастью, все наши идеи и все подстоящие обороты рисками не способны. Да, и у нас это очень удобно, да, действительно. Когда у тебя есть заказчик, и когда ты делаешь что-то без себя, как раз без себя делаешь. Просто пишет в чем, вот скажем, если мы говорим о новых социальных сетях, да, вот у нас появятся два новых проекта. У нас уже есть два проекта. Так. Какой основной принцип, который мы используем, когда придумываем новую идею? Мы не сидим и не смотрим какие-то маркетинговые отчеты и не смотрим, какая, скажем, отрасль в интернете прибыльна. Это, ну, не так интересно, на самом деле. Гораздо интереснее то, чем мы сами занимаемся. В случае с «Хабром» это понятно. У нас, в принципе, вся компания такие немножко кики. В случае с «Автокалаброй» тоже проблем нет. У нас, как минимум, несколько авторитетных компаний. В случае с «Агронострой» 50% сотрудников играют в компьютерные игры. В случае с «Дреблером», который, как было понятно, вот по заглушке, которая висит сейчас в интернете, это будет футбольное сообщество, тоже проблем нет. Как минимум одного человека, присутствующего здесь, из нашей компании, кроме меня, можно назвать активным футбольным болельщиком. То же самое будет обязательно и со всеми остальными проектами, которые мы будем открывать. Мы не делаем проекты, которые нам просто не интересны. Мы не будем делать социальную сеть про, не знаю, про болезни, но потому что мы… Никто не болеет. То есть, тьфу-тьфу-тьфу, но мы не настолько больны, чтобы делать с конкурентом «Дракмин». Может быть, это плохо, потому что «Дракмин» мы, например, скажу, очень скучно. Ну, скучно и, может быть, даже неправильно сделано на какой-то степени. Может быть, если бы я ей занимался, может быть, я ее сделала бы лучше. Но для этого тебе придется самому… Ну, действительно, для этого мне нужно, там, придется очень серьезный чек. Лучше не делайте. Уровень интересности – это чисто субъективный понятие. Вот, Алишер, тебе что? Серьезно? О чем бы ты говорил за социальную сеть? Я? Да. Жаль, жаль. Я думаю, тебя, кстати, тоже интересно получается. Вот уровень интересности – это чисто субъективные понятия. Вот, может быть, это еще одна из тех вещей, которые мы делаем не так. Потому что мы определяем идеи наших новых проектов просто по принципу того, что вот мне вот интересно. А инвестор, он что? Вот он сидит, но смотрит на вас, да? И говорит, ну, ладно, вам интересно. Ну, ладно, вам интересно. Вы знаете, наверное, на компаниях наработать. Нет, на самом деле, я думаю, что с инвестором стоит поговорить на эту тему. Ну, вот… Ну, а как вы делаете об основании того, что ваш интерес, он не просто там? Мы не делаем об основании. Вот правильное то, что мы просто делаем. Почему вы решили, что мы делаем об основании? А еще, действительно, мы просто делаем. Вот и все. То есть… Вы не рассчитываете какую прибыль проекту принести? Рассчитываете? Или рассчитываете прибыль? Нет, естественно, что прибыль, она в любом случае рассчитывается. Это понятно. Просто я имею в виду, что в данном случае нет никакого заказа со стороны инвестора, нет никакого заказа со стороны стороннего человека. То есть, понятно, что… Не спорить, если ты расскажешь те ниши, в которых просто рекламный рынок больше, чем в остальных областях. Почему ты не хочешь это просто назвать правильным? Нет, нет, нет. И если ты не хочешь об этом говорить, или ты просто прикидываешься и думаешь, что мы все на это поведемся. Ну, Алиша, я знаю, что и доехать на самом деле. Все, 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 все. Есть понимание, есть понимание, что ты в этой отрасли денег купить за то, что у тебя есть рекламные возможности. А? У меня есть рекламные? Нет, у меня лично нет рекламных возможностей. Вот ты там можешь отраивать какой-то бюджет, медийку и прочее, и прочее. Ты туда не полезешь, если там нет денег в этой отрасли. Окей. Вот, к примеру, вот, Алиша, у тебя есть какие-нибудь особые интересы, которые могли бы стать социальной сетью, но ты бы это никогда не сделал, потому что там нет рекламных. Ты думаешь, я тебе об этом расскажу? Не совсем. Ну, раньше ты не совсем в рынке. Нет, это хорошо, что я не в рынке на самом деле. Мы над рынком, а не в рынке. Да, кстати, мы над рынком, а не в рынком. Можем предложить человеку. Знаешь, я не могу, как-то слышал, что вы пытались быть в рынке. Помнишь, да? Я не хотел бы в рынке. Не очень. Ну, это не в рынке. Ну, это не в рынке. Ладно, окей. Был вопрос по поводу прибыльности. По поводу прибыльности хабр, по-моему, да. Хороший вопрос. Да, хабр и прибыль. Да, хабр и прибыль. Так, что раздал? Белая компания. Ну, в целом, да. По моим предметам, которые Тенис тоже подтверждает, это примерно год на это ушел. То есть с момента старта проекта он входит в данном случае на прибыльность через год. А вы привлекаете деньги? 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 Об этом я расскажу уже отдельно. Вопросы, связанные вот с такими узкими русскоскортическими нормами, это не денег. Вот вы все запрогали, классный движок выложили в тестирование. Самая интересная работа у вас, в общем-то, начинается на этапе уже привлечения людей, на сайт и практически формирование самого комьюнити. Как вы это делаете? Какие основные принципы построения информационного комьюнити? Кого там плюсуют, минусуют, что вытаскивают на морду, что убирают наоборот подальше? Вот это очень интересно. Вы все придумали сами? Ну вот, вот эта модель... Хабра-модель. Да, это Хабра-модель, можно назвать, модель саморегулированного сообщества, которое, не знаю, там, плюсуют, минусуют, грубо говоря, да, и повышают, понижают или, как говорят, на некоторых сайтах серверт в Карму. Эта модель, да, она была, по крайней мере, вот так комплексно применена на Хабре, я думаю, впервые, потому что, может быть, на темных сайтах для этого она встречалась вот так вот, ну, несколько раскиданных. Здесь она проявилась по всей своей красительной. Вы считаете какие удачи? Да, мы считаем абсолютно... Можно сказать ее подробно. Мы считаем абсолютно удачной эту модель, просто поскольку, поскольку, я вам приведу сейчас один пример. Посещаемость Хабра сейчас порядка 65-70 тысяч людей. Это естественно. Не уникальных, а вот, простите, уникальных, по-моему, порядка 50-ти. А зарегистрированных сколько? Зарегистрированных там 23-ти тысячи. А не среди? 25. Это выведено даже на странице Люди, вот на Хабре, да, что там зарегистрировано 25-ти тысяч человек, а из них активно 11-ти тысяч. Активные это те, кто заходит на сайт регулярно, и последний раз были, по-моему, там, в течение месяца. Это вот те, кто именно залогинивались, да, и проводили какие-то там действия на сайте. Когда перестал расти Хабра? Когда перестал расти Хабра? Хабра перестал расти, я могу показать... Динамика какая? Динамика, что нет? А, вот он. Простите и посмотрите страниц. Это с 1 января, да, 2007-го года, но очень за год. Динамика роста пользователей. Это в данном случае динамика зарегистрированных. А активности не означает за 1? А активности не в пользователе можно понять, новые прищедшие подбители за сколько активно? Треба роста будет. Ну, если, например, люди зарегистрировали, да, у вас рост базы. Да. А этот рост базы как соответствует... Нет, вот правый, правый это рост базы. Правый график это рост базы. А левый график это рост посещаемости просмотров. За день или за что? Это в день, да. То есть... А, ну, вы говорите, я задумал, сколько регистрируется ежедневно, или это в основном качестве? Это... Это... Да. Но в пользу есть... Это ежедневно. Это, по-моему, те, кто регистрируется ежедневно, да. Значит, там у вас инструкция. Оборвается, да. Единственное, что, по-моему, вот график, который... Правый... В частности, в том, что... Левый график это график, построенный на основе Google Analytics. Правый график это на основе нашей дышкой. То есть здесь в один графике... Ну, не совсем точный. В левом графике это вперед. Но это ты... Зеленый это, значит, брашют ресурс. Первый Новый год, а тогда был... Да. Таких вот резких скачков. То есть... Вот это Новый год, а это ДОСАТАНИК, который был для... Чего было? ДОСАТАНИК. То есть у нас вот здесь... Заметно, что есть... Провал, естественно, новогодний. Вот... Самые правые потери графиков, которые есть. Но это... ДОСАТАНИК. Я думаю, что вполне логично. Но это в двух сетях происходит. Еще более... Правый, там небольшой порой, как застепленный, зато и вот с таким, как бы была вот... Метеревая... То есть в случае... Хочу немножко перераспортировать вот этот желатель. И в том, что действительно рост не останавливается. И в ближайшее время мы не ожидаем, что этот рост тоже останавливается. Основное здесь то, что... Как бы динамика прироста, она тоже... Как бы пока еще не снижается. В феврале это... А, правый? А, правый? В феврале, я думаю, что это проблема с пешком. Потому что у нас сейчас там идет очень большая клейтенка. И... И... Есть некоторые проблемы. То с... Среди эти проблемы с пешком. Это... Ну, это понятно. Это просто... В данном случае пешок... Погравый. За пешком раньше не обрабатывал. Это не правый. А, вот. Что значит, данный из февраль еще пешок не обрабатывал. Поэтому здесь... Но данный нагрев уже выявил. То есть пока не таким... То есть... Ну, правый... 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 Можно не считать. Да. Какая у вас стратегия вообще по... С самого начала была и сейчас по раскрутке сайта, привлечения пользователей. Тратите ли вы деньги на рекламу и какой бюджет в этом смысле? Да. Что мы делаем для раскрутки сайта, привлечения нового пользователя и... То есть вот средства привлечения нового пользователя. Вы не имеете в виду как... Вы не имеете в виду как... Да. Вы не имеете в виду как... Ну, давайте так скажем. Ну, это, наверное, вместе мы будем еще разобрать. Это по характеру, да, интересно? Да. И на первоначалке уходим. На первоначалке, наверное, по истории и развитию это расскажет Денис. Что касается данного момента, то, что проходит последние полгода, скажем, даже больше, ничего. На самом деле, мы не проводили никаких рекламных кампаний. Единственное, что делалось в самом начале, это, там, может быть, обмен баннерами с некоторыми ресурсами, встречаемыми. Но за время существования хабры они припомнили еще ни одной рекламной кампании, которая тут проводилась. Ну, и в том числе, войсковой оптимизацией тоже мы не занимались. А как вы относитесь? Отвратительно относимся. Просто заимствование? Заимствование в каком плане? Ну, попросите. Это нормально. Я считаю, что это вот применяется на автокададоре. Да, да, да. На автокададоре применяется такая штука, как его пространство. Когда мы имеем договоренность с новостными сайтами и ретранслируем их новости при помощи RSS на сам сайт. То есть импопостранство не хватает, да? Юда генерирует от контента не хватает, редактора тоже. Ну, естественно, что на стадии закрытого тестирования это не совсем, как бы. А сейчас это закрытое тестирование или это временное? Насчет временности я точно не скажу, потому что я не анаджер автокадабра и за этот сайт отвечать не буду. Но в целом, как бы, это одна из, скажем, фишек автокадабра. Это мы можем отнести, вот когда я говорил о, там, великих целях социальных сетей, это можно отнести к сервису составляющих. Что мы предоставляем нашим пользователям возможность читать самые интересные новости, касающиеся информационной математики. То есть им не нужно будет проводить по многим сайтам, да, мы представляем это в удобном формате, причем на том сайте, на котором они привыкли находиться. Простите, руководитель проекта автокадабра должен подчиняться тебе и тебе должна быть информация. Что будет дальше у этого проекта, когда он откроется для всех? Я расскажу про менеджер проекта, я расскажу позже чуть-чуть. Просто вот менеджер проекта, он сейчас право от меня, который менеджер автокадабра, он же руководитель этого проекта. Нет, нет, менеджер есть на его дискету, я как бы за него. Менеджер есть, но его нету. Он сейчас не знает. Моя роль в этом проекте очень мала. Особенности работы хабра модели на самом раннем этапе работы сайта, когда еще и контент нет, и юзеров нет. То есть вы сами этот контент пишите, сами генерите его. Ну да, просто если уж так много вопросов по хабре, давайте я передам слово Денису Хрючкову, создателю хабра. И вот он, наверное, сначала рассажет монолог, а потом уже вопросы комментирует. Хорошо, можно ли еще вопрос? Да, если может какие-то вопросы, не касающиеся истории хабра, пожалуйста. У меня вопрос. У меня вопрос. Во-первых, это состав, кто эти люди, которые приходят на актеры. То есть не актер-любители, а актер-любители. Второе, как вы привлекали народные данные, как вы развивали сообщества. И как мы планируемся по разговаривать дальше, по-другому, что я здесь не смогу. Окей, тогда да. Я сегодня с деньгами радует Денису Хрючкову. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, мы никакого системного автокадабра еще не разрешали, потому что мы все еще тестируем. По поводу раскрутки, мы повесили регламные баннеры на хабрахабре и на адмии. Собственно, на двух этих ресурсах происходит перечный регламный автокадабры. Для того, чтобы мы могли набрать аудиторию для тестирования проекта. Я, наверное, просто тогда расскажу чуть позже, а сначала расскажу о том, с чего начинался хабра, многим интересно. В общем, все началось с того, что я уволился из-за планеты. Я не знаю, многие знают, из-за планеты. Соответственно, идея хабра пришла еще во время моего главной страны на планете. Я рассказал эту идею инвесторам в Одесской планеты. Они, как я понял, не прониклись от этой идеи, и я будущим проектным расставанием взял и уволился. Почему уволили? Потому что я отправился в отпуск, мне написано заявление на отпуск. Прошло три дня, и меня по закону под зону взяли и уволили. То есть не очень красивая история вышла. Мне вопрос. Ну, да, получается, да. Соответственно, сам хабр в голове формировался, наверное, два месяца. Я после увольнения из зону планеты два месяца гулял по городу, фотографировал, ничего не делал, там, смотрел фильмы, читал. Ну, то есть глупо предоставил сам себе. Собственно, и вот в этом свободном падении хабра-хабр как проект концептуальный он и сформировался. С чего началось? Началось с того, что я обратился к моему старому другу. Его зовут Юрий Баландин, он теперь работает в Яндексе. И этот человек написал первую версию движка. Собственно, он ее пытался написать, но я не написал. А если точнее? Если точнее, он написал движок, который включил, который в каких-то вещах выдавал ошибки и, скажем, попросить человека залпать их и баги или ошибки, оборачиваясь тем, что он уезжал в другой город, отдыхаясь своей девушкой, и я сидел и очень сильно расстраивался. Что? То есть вы сразу на начальном этапе проекта запланили персонально-контрольный движок свой, то есть не какой-то? Он будет висеть там же вместе наравне со всеми профессиональными текстами. Ты можешь мне включить свои как-то машины на основе на текст, по-разному версию сайта? Сейчас МИУ попробует найти первую версию Хаббра и я прям по сайту покажу, в чем там был смысл и что было не так. А это, правда, очень деньги получал? Да, он получал деньги и, больше того, он сейчас работает в Яндексе и, насколько я знаю, он написал Яндекс.Фотки. Ну, нет, он уезжал на выходные со своей девушкой отдыхать, а у нас еще в другом городе, не в Москве. Ну, насколько я знаю, никто его не понял, он до сих пор разбанен человека. Денис, а если позвольте, к вашему дизайнеру проекту, если возможно, может быть затраты? Затраты, интересное дело. Затраты взялись, собственно, на мое свое существование в этом городе и на оплату программиста, который программировал движок. Дизайнерскую часть я сделал сам, я сам смештал этот Хаббр, причем я смештал его олдскульно, требований в Патроте, без CSS и всех прочих вещей. Затем, когда появилась потребность в деньгах, я обратился в банк, взял кредит, обратился к родителям, они мне тоже помогли. И, собственно, этих денег хватило для того, чтобы в течение полугода заниматься проектом и не думать о том, как монетизировать его. А дизайн тебе не сладко нарисовал? Я сам нарисовал дизайн. Логотип, логотип? Логотип нарисовал мой друг, а с друзей деньги брать не красиво. Собственно, вот Mio вывел первую версию Хаббра, на которой можно проследить тот замысел, который появился у меня в голове. Как видите, он очень сильно отличается от того, что есть сейчас. И здесь есть вверху раздел «Тексты», которого сейчас уже нет, он называется «Логи». Потому что тексты в виде заголовков, «Лайк Ростов, Лайн Фокс 2.0» и «Лайк Ростов, Лайн Фокс 2.0» – «Лайк Ростов» – это тексты, которые писала редакция. А замысел заключался в том, что кроме редакции такие же тексты должны писать пользователи. То есть у них есть для этого весь инструментарий. Через какое-то время, когда вся эта модель начала работать, пользователи стали возмущаться. Почему тексты редакции подписываются от имени в редакции? Вот здесь, например, внизу написано Наталья Якунина. Это один из наших старых журналистов. Анатолия Ревзарова, здесь есть Юрий Семенюк. А сколько у тебя было в редакции в самом начале человека? В начале было 3 человека. Прямо full time сидели? Да, full time сидели и писали. Соответственно, вместе с этими ребятами, которые сидели full time писали, потихоньку стали подтягиваться пользователи, тексты которых тоже стали появляться на главной странице. И, созданного с этого момента, пользователи почувствуют, что имеют какую-то власть над этим ресурсом. То есть они могут наравне с редакцией самовыражаться. Денис, а вот примерно сколько времени прошло, чтобы сначала ваша команда растущего встала статегии, выполняла МНДС, и просто пошли активно пользоваться? Ну, более-менее. Я думаю, что в течение трех месяцев какая-то жизнь интересная уже появилась. До этого просто была удаленная кальковая планета. То есть где-то полтора-два месяца вы его активно запускали? Да, да. А что случилось? То есть какой принцип размещения на главной странице текстами описанного обычного пользователя? Объясняю. Тексты редакции, они появлялись вне зависимости от того, сколько они наберут полов на главной странице. Соответственно, тексты пользователей появлялись только как раз, тогда они набирали определенный балл. В какой-то момент пользователи стали возмущаться. Почему это вот тексты редакции появляются на главной лице какого-либо голосования, а наши нужно голосовать? Собственно, возмущение происходило довольно долго, нарастало, нарастало. И в какой-то момент я почувствовал, что нужно сделать так, чтобы пользователи не были предыдущими людьми, как они предыдущими людьми вначале. Соответственно, когда у нас была была революция? Да, вот когда настал кондиционный момент, пик, мы отменили само понятие редакция, но вот в том виде, в котором она была раньше, и сделали ковархабным, народным ресурсом. То есть вместе с журналистами пользователи появились те же самые инструменты для того, чтобы самодорожаться. Но журналисты остались. Да, журналисты остались, они есть до сих пор, но их становится меньше. И они стали как бы приравнены к правам обычных пользователей? То есть их тоже инвесуют, и они уходят? Да, да, меня самого минусовали, и очень сильно минусовали. Но это отдельная история, я чуть позже расскажу о том, как в таких сообществах зарождаются бунты, и как они происходят. А знаете, как они подавляются? И как они подавляются, я тоже расскажу. На то, как ты обещал платить деньги пользоваться, и не заплатил никакие деньги, ты тоже расскажу? Да, расскажу, расскажу. Ты сегодня какой-то возбужденный, Алишер. На сколько вопросов, я готовился. А, хорошо. Возбужденный. Собственно, зимой, через полгода после запусков проекта, мы провели хаврореволюцию, и хаврор стал, собственно, таким, как он есть сейчас. За исключением того, что у всех появились разные возможности, мы отказались от так называемых водных абзацов, когда ты открываешь кентру, там есть водный абзац, и к началу, где ему нравилось три клика, попала новость. Мы решили, что это лишний клик, и приняли решение развернуть все тексты без лишних кликов. Мы вообще-то так обриборимся с лишними кликами, потому что мы считаем, что чем больше человек делает кликов, тем больше дискомфорта он испытывает. При этом есть такой коэффициент, как PGU, и многие инвесторы и рекомендатели на него обращают большое внимание. На хавре от этого мы в первое время страдали. То есть люди приходили, говорили, что у нас очень маленький PGU, и нам приходилось объяснять, что этот PGU маленький, и потому что мы боремся с большим количеством кликов. Собственно, после хавре революции... Собственно, после хавре революции начался довольно большой и стремительный взгляд хавра. То есть аудитория до этого момента росла незначительно, а после начался большой рост. И вот в этот момент я думаю, что хавр получил какое-то признание. Думаю, да, да. Я думаю, я думаю, вопрос был, произошел ли этот взлет из Одессы на хавре. Я думаю, что произошел, очень большую роль сыграла и до сих пор играет в работе редакции штатных журналистов проекта, которые довольно хорошо образованы и очень хорошо чувствуют то, что происходит в интернете сейчас. в смысле тренировок новых, каких-то новых вещей. Вот. Что? То есть они сдают темы, тематику? Ну, есть главный редактор, который каждое утро просыпается, начинает шлить интернет, находит что-то интересное, выбирает эти темы, раздаёт их другим журналистам, и они, собственно, в течение дня их пишут, рассказывают. Если появляется что-то интересное, то чаще всего это интересное публикует пользователь, а уже не редакции. Редакция в этом смысле запаздывает. Что? Ну, если ты знаешь Ризара, то он пишет сам. Да, если Анатолий Ризарь, главный редактор сайта, и этот человек написал, наверное, самое большое количество текстов на сайте. Затем, ближе к весне, когда пользователи почувствовали, что этот сайт им очень нравится, и он им подвластен, на сайте произошёл бунт. Из-за чего он случился? Бунт случился из-за того, что я заблокировал пользователя, который скобипастил новость из интернет-извания, из Эрпланеты. Причём новость была довольно банальная и безобидная. Новость была о том, что один из гандаров Хабра-Хабра женился или вышел замуж за сотрудников его планеты. Собственно, проблема в чём была? Проблема была в том, что человек скобипастил эту новость и не указал источник. Я написал ему, попросил указать источник. Он указал источник, но после этого посчитал, что есть какой-то ужасный Денискин, который указывает, что нужно делать и о чём писать. После этого всё началось в классических традициях того, как зарождаются и происходят революции. Есть глобарь, есть жертва, которая плохая, которая нарушает, ущемляет их права, и эту жертву нужно замочить. Такие массивные революции. Всё кончилось простым банальным бунтом. Так, грубо, людей, которые оставили права этого чинованиного человека, они стали засыпать наш спамом в наши почтовые ящики, они стали публиковать монографию на сайте в виде больших фаллосов. И было очень много разных неприятных вещей. Собственно, я думаю, что этот пункт был вообще довольно интересным явлением, которое привлёт дополнительное внимание сайтов. И в какой-то момент люди, которые, как я думал, не считают Хаббар, они говорили, что там с Хаббаром происходит, что происходит с тобой. Но почему всё это начиналось? Для меня это был большой шок. Я много из этого вынес, и после этого я думаю, что такие сообщества вмешиваться и пытаться влиять на их жизнь не нужно. То есть можно воздействовать с помощью правил, которые должны быть понятны, чётки и справедливы, но если ты персонально, публично пытаешься учинить достанность какого-то участника сообщества, указать ему на виды именно то, это неправильно. То есть это настраивает автоматически след против тебя. Что? Что? Думаю, это был в том числе и бум против человека, который себе это придумал. То есть в этом был еще истаративный интерес. Взять, воздействие на того, после этого нам придумал. Тем самым, когда я спрессирую. А сами правила у тебя были на сайте в самом начале или они не степенны? Правила, какой-то свод правил появился и в самом начале, но эти правила, они постоянно меняются и дополняются. Последние изменения были, мимо, первого июня. Июня. Июня, да, вот после этого бунта. Скажите, я очень хорошо спрашиваю, с какой-нибудь права ветра у кого-то, что ли? С спорными ситуациями и разрешениями и законами. Вот здесь спрашивают, как можно разрешать спорные ситуации, если у кого-нибудь право ветра. Я думаю, что во второй версии появится функционал, о котором я пока не буду рассказывать, который будет позволять нам решать вот такие конфликтные ситуации, сообщать. То есть, привлекая мнение авторитетных пользователей сайта. Денис, а, конечно, на конкурсе фабер-кабер, может быть, кто-то ожидает людей писать в Москве на вашем сайте? Я думаю, что это банальное любопытство, амен информации. То есть, у тебя есть что-то интересное, ты приходишь об этом, рассказываешь и получаешь какую-то ситуацию со стороны других пользователей. Плюс, ну да, работает банальное рисование, нравится, не нравится. Ты не написал хорошие периоды, тебя надрисовали, твоя карма выросла, ты почувствовал, что у тебя что-то есть в томах. Ну, это, наверное, ты экстраполируешь на себя, да? Это нормально, невозможно заставить так, чтобы людям все нравилось или не нравилось. То есть, в любом случае, появится человек, который будет говорить не то, что нравится другим, и его будут минусовать. Ну, я думаю, что это нормальное положение вещей. То есть, это будет, ведь этого невозможно избежать. Грубо говоря, если полношу принесли бездействию на фабер-кабер и его жестко заминусуют, то он должен быть одна для вас конструкционная интереса. Ну, не для нас, а для сообщества. То есть, минусуем не мы, а люди, поэтому я не могу говорить за всех людей. Закончилось тем, что мы заблокировали около ста человек, да? Ну, нельзя было это сделать сразу, молча, не показывая там слабости какие-то. Вот, рассказываю. Я, наверное, сутки смотрел на все это происходящее и ничего не делал. Потихоньку сайт превратился в фабер-кабер, который обсуждал сам фабер-кабер. То есть, изначально на сайте люди приходят обмене вот с какой-то информацией. Начался бунт, весь сайт превратился в обсуждение этого бунта. То есть, постов с хорошей смысловой нагрузкой не появлялось. Промерились посты о том, какой денисник плохой, какой амбитатор, какой игрок хороший. Давайте там заминусуем этого, заминусуем того. Собственно, вот после того, как эти посты стали появляться с большой периодичностью, мы начали блокировать пользователей. А вот есть такой еще альтернативный способ. Он пишет и сам видит, что написал. А другие не видят. То есть, то есть. Но, вот, эээ... А линзин? А линзин? А линзин? Нет. Я не знаю. Для меня это для меня, но он использует для всего, чтобы, потому что я для борьбы. Вы, например, представляете для меня, как для редактора, у меня опасность. То есть, один гадик в моем сайте. Вот я вам стараюсь писать на флажок, что вы пишете, и видите эти гадости, и вам кажется, как здорово. А на самом деле, кроме вас, и никто. Нет, нет. А вот, раз вы это говорили, кто такие юзеры? Что, что? А вы не сказали, кто такие юзеры приезжают в геовый круг? Нет, нет. А юзеры говорят, что это бывает? Ну, юзеры говорят, что мы узнаем какие-то посты, конкуренции. То есть, говорить можно все, что угодно. Но, конечно, как я скажу, то следующее, что появляется какой-то пост, который не соответствует каких-то правил, человеку или делается предупреждение, или пост переносится в первый круг. То есть, с точки зрения самого юзера все нормально, потому что он свой пост видит. А я, например, я считаю, я перехожу из RSS, и я не вижу этого поста, потому что там написано, или вы не включены в первый круг, или он просто удалил. Это достаточно часто бывает. Ну, если человек, скажем, удалил свой топик, или скрыл его, то я не могу его заставить открыть, потому что ты его не можешь прочесть. Понятно? То есть, это тот, если он сам так происходит? Конечно, да, только сам. Вот после того пункта мы еще более аккуратно подходим к отношению с пользователями. Мы никак не вмешиваемся в Евгения, мы никак не влияем на то, что они пишут. То есть, есть свод правил, и наши отношения с пользователями, они регламентированы этими правилами. Вопросы есть? Может быть, какие-то еще вопросы есть? Достаточно порассказать. На деньги тоже еще. Да, на деньги. Вот, как мне уже сказал, Хабрахрава стал покупаться спустя год после запуска. До этого проект был убыточный, либо частично убыточный. То есть, он не украл свои затраты. Если это возможно, за год сколько затрат? Затраты? Нет, я вопрос в том, что он не надо с меня отзываться. Затраты за год. Я думаю, что я сейчас не смогу их прочитать. Но нет, предведи это. То есть, с чего они состоят? Затраты состоят из профессиональных лекторов, которые пишут тексты, программистов, которые занимаются поддержкой проекта, компьютерами, которыми работают программисты, офисные помещения, за которыми сидят эти программисты и сотрудники. То есть, конкретно по этому проекту я не могу посчитать, потому что у нас есть общая компания, у которой есть несколько проектов. Возможно, эти цифры есть, но у меня есть такой сейчас метод. Вот. По доходам. Во-первых, спрашивали много про инвесторов. Да, у нас есть инвесторы. Это западный инвестиционный фонд. Как любая частная компания, мы не имеем права, и, вернее, имеем полное право об этом не рассказывать, но вот там сидит человек, который очень достойчиво интересовался, сколько бабла нам занесли, и какого качества это было, я отвечаю. что через год после запускного проекта нам стало поступать довольно много предложений от разных инвесторов и фондов. Они, собственно, поступают до сих пор. Самое хорошее предложение, от которого мы оказались, было в связи с словом «Афиша». Нас очень сильно хотел купить Яндекс, мы тоже отказались, и теперь, вот, благодаря этим отказам, мы можем заниматься тем, чем нам хочется. То есть у нас нет, у нас нет такого, там, мифического владельца, о котором все говорят, который заставляет нас делать то или это. Ми уже правильно сказал, мы делаем то, что нам нравится. То есть мы никогда не будем делать сайт для эмо-девочек, потому что у нас нет компании эмо-девочек, которая будет делать сайт для эмо-девочек. У нас есть, у нас компания состоит на 90% из мужчин. Все эти мужчины, люди мужского пола. у них, у них, у них у всех есть стандаты на воле и теоретиков, футбол, технологии, автомобили и игры. Как это ты? Женщины, это, это не полная опция. Вот. А женщин, возможно, если к нам придет женщина, которая убедит нас, что мы не будем делать сайт для женщин, мы его будем делать. Мужчины могут предложить? Ну, я думаю, что если делать сайт для женщин, то этим сайтом должна руководить женщина, а не очень. У мужчин, я женщина. А, ну, возможно, возможно будет. По поводу отношений к юзерам. Это была идея на самом раннем этапе запуска сайта. Идея заключалась в том, чтобы платить пользователя за то, что они его самоуражаются. Я думаю, что эта идея ошибочна, потому что это может превратить сайт в механизм, с помощью которого можно очень сильно накручивать, выяснять отношения с ним и тому подобное. Мы на самом деле этой идее не отказываемся, и в той же новой версии движка, которую мы скоро собираемся пропустить, мы будем поощрять пользователей, которые пишут хорошие тексты. Мы будем поощрять их не какими-то виртуальными, живыми книгами, на которые можно купить продукты в магазине, что-то еще, а виртуальные деньги, виртуальную валюту, с помощью которой можно купить виртуальные услуги на сайте. Например, взять и заплатить 5 хабро рублей и повесить альшеру на изургиб слизне. Вот такие вещи будут работать. Если говорить о живых деньгах, это очень проблематично. Проблематично в том плане, что многие эти деньги захотят выводить, а вывод денег из сообщества – это большой-большой геморрой. Что сейчас? Водить можно. Дело в том, что у нас нет как такового законодательства, которое описывает деятельность электронных платформных систем или вывод или ввод денег на разные сайты. Соответственно, участвуя в этих мероприятиях, ты рискуешь быть человеком, который может получить какие-то проблемы с налогами, с чем-то еще. Яндекс.Мать законный платформ. Да. Сайт существует 2016 года. Да, с вами 2016 года. Да. Вы творите 2016 года, а что в Майдонах? Ты сейчас активно говоришь о том, о чем ты говоришь о работе. Ну, в этом уже были какие-то серии, нет? Нет. Почему? Потому что ты обманываешь пользователя? В одном. Почему ты сегодня говоришь официально? На своем сайте ты написал, как обратальные, ты написал, что будут платиться деньги. Ты написал этот факт? Да, я написал. Что-что? Ну, это не важно. Я написал. Да, я написал. Что два года, и ты только сейчас говоришь о том, что ты гудряешь в реактивальные деньги в виде слизней на голову Альфиле. Я думаю, тебя слизней расстроили очень. Я слизней расстроил. Нет, меня расстроил так, что ты... Хорошо, можно будет прилепить, как вы из Ульги, к ромашку или розы. Не тот, не тот. Сейчас мой вопрос. Я думаю, что я на него ответил. Я сказал, что с запуском новой версии сайта этот вопрос будет решен. Я не могу сейчас только потому, что ты только проще взять все, бросить и заниматься тем, чтобы придумать, как платить пользователям деньги. Ну, а зачем об этом заявлять? Изначально. Ну, потому что в тот момент я думал об этом и не хотел это сделать. Не бывает так, что ты захотел сразу же все это, получается, и работает. Правильно? Почему бы это на сайте не признали? Ну, я думаю, что я просто об этом не думал. Но ты же говоришь, что ты очень внимательный на то, что их своим пользователям. Да, на то, что ты внимательна своим пользователям. Их, их... Этих пользователей 25 тысяч, и если я буду заниматься тем, что каждый день общаться... Я не знаю свои слова, я тебе не говорю, чтобы ты думал об этом. Я думаю, что тебя очень счастлива слизи отправить за три. Не заставать с него! А можно другой вопрос? Вы сказали, что первые полгода ваша фирма держалась на кредите, и деньги, которые дали вам родители. Инвестор появился через год. Следующие полгода, как вы развивались, когда у вас появился офис, интересно? Офис у нас появился в феврале... Нет, даже в марте, в марте прошлого года. В феврале, да. До этого времени все работали удаленно. Больше того, я могу рассказать интересную историю о Милу. Милу, на самом деле, раньше занимался фирмилой. Он жил в Казани и работал в местном отделении истории СССР. Какой он не верен с демократией? Нет, в демократией не верю я. А насчет Милу я не знаю. И про демократию тоже расскажу отдельно. Вот. История про Милу. Милу — это один из тех пользователей, который буквально за месяц смог прокачать себя и вывести в топ-рейтинг. То есть он стал самым первым пользователем. Меня этот факт очень сильно удивил. Я нашел его контакты, связался с ним, и буквально за несколько дней уговорил его бросить все в Казани, бросить несколько рейс в политику и приехать в Москву и заниматься интересными вещами. Потому что там он занимался фирмилой. Я считаю политику фирмилой. Вот. Таких историй, на самом деле, очень много. У нас в компании сейчас работает Максим Основакин. Это один из авторов «Москлона». Многие, я думаю, знают, что записывал все это. Макс занимался тем, что ремонтировал атомные подводные лодки. И ремонтировал атомные подводные лодки, а по ночам верстал с сайта. Вот. Это все тоже довольно интересно. И я предложил много сил, чтобы уговорить Макса бросить все и приехать из Северодвинска в Москву. Ну, что вы не ответили. Вот года до года. То есть за счет чего жила компания ваша? Ну, за счет того, что мы жили дома, нам не нужно было платить за офис, за интернет. То есть фактически, это чистый энтузиазм и у вас, и у тех, кто работал на вас. Да. Я думаю, что до сих пор у 90% сотрудников нашей компании есть большой энтузиазм. Все они, то есть один энтузиазм на какую-то личность способствует. На какой-то нужно сейчас в офисе она работает около 15-17 человек, плюс есть автор, наоборот. То есть первоначальник этого проекта развивался, а большая часть энтузиазм. Да, да. Я думаю, что залог или пуске на любого такого проекта это человек, который спит и бредит им. То есть он энтузиазм, у которого очень много энергии, который хочет сделать так, чтобы эта вещь работала и приносила удовольствие от других. То есть вот эти три редактора, которые полтайм были, они на самом деле после полгода работы, они на энтузиазме полгода еще работали? Нет, почему же, они получали деньги, но как бы эти деньги были... Ну, не инвесторские, скажем, деньги, а деньги, которые я находил и привлекал. Вот. Затем мы начали сотрудничать с большими инвестиционными фондами и до сих пор сотрудничаем с ним. И этот фонд никак не влияет на нашу деятельность, он не указывает нам, что нам нужно делать, он не говорит, кого нам брать на работу, какие налоги платить, какие не платить, какую одежду носить, поскольку начинают там ночи деньги и все прочее. Это я, наверное, прежде всего говорю тому человеку, который сидит там в окна, и который считает, что мы враги каких-то инвесторов, которые указывают нам, как жить. Это не так. Сколько человек является владельцами этого проекта? Что? Сколько человек является владельцами этого проекта? Владельцами, например, это Хаббер или компания всей? Хаббер является проектом компании, в которой есть акционеры, это частные лица. Их, ну, как бы, есть частное лицо, я, и есть инвестиционный фонд, который там для юридической организации, а не частные лица. При этом у нас в компании после, скажем, с любимым сотрудником, который отработал год и который проявил себя, мы привлекаем их в опционную программу. То есть, люди, которые работают у нас, которые работают у нас больше года, они участвуют в децентральной программе, у них есть опционер на размеры акций какой-то определенный. Почему компания сменила название? Что? Нет, футурика до сих пор есть. Просто футурика занимается тем, чем занималось раньше. Футурика занимается массовыми сообществами, сообществами, в которых нет какой-то определенной четкой тематики. Есть Мерти, это совершенно размыки сайт, это сайт, где люди обсуждают разные вещи без жесткой, четкой привязки. Есть и Прозорий, есть, вернее, будет Благи Спарм, это тоже будет массовое сообщество. А мы занимаемся тематическими сообществами, у нас немножко разные подходы к созданию проектов, и проще и проще заниматься этим, не мешаясь в кучу, а разделив. У меня такой вопрос, наверное, интересует многих. Скажите, для развития такого проекта, Вархав Вархав, сколько нужно денег, сколько нужно людей и сколько денег? Ну, смотрю, я не знаю, что вы ставите. На Вархава может быть там, есть вот денег, а вот там, я думаю, что много денег и много людей не нужно. А где сделаешь? Конкретно, на Ваши, на Ваши теории, я хвачиваю с Вами различные проекты. Окей, так как я понял, скажем, что бы сделать проект, который читают 10 тысяч человек в сутки, я думаю, что достаточно двух человек и максимум полгода работы. При этом, если говорить об инвестициях, то все это можно делать в свободное время, не привлекая ни к каких инвестиций и не бегая к публичным фондам, не кощаясь с инвесторами. То есть, если у тебя есть огромное желание и, не огромное, наверное, большое огромное желание, то ты это можешь сделать без каких-либо, там, переговоров с Венчурными колодами. Если, если позвольте, хотя бы минимальные какие инвестиции без них, конечно, нельзя бояться, хотя бы хоть парень. Можно. Если у Вас есть разработчик, с которым будет хорошее отношение, не какой-то фрилансер, который за деньги все сделает, а есть друг, который также будет увлечен для денег, то можно сделать без инвестиций. А если ситуация обратная, разработчиков надо найти, то в этом случае примерно какие инвестиции с меркой порядка можете отдать? Все зависит от того, какой разработчик. Есть разработчики хорошие, есть плохие. Хороший разработчик, он, наверное, захочет участвовать в проекте в виде акционера. Есть разработчики, которые могут за какую-то большую сумму денег или за, возможно, процент от прибыли или за акцион участвовать. То есть здесь, как и договорить с разработчиком, сейчас довольно много, и я думаю, что мы можем надеясь сделать. Какие технологии вы используете? Какие технологии вы используете? Про бизнес-модель? Ну, вот вопрос на технологии. Технологии мы... Все наши проекты мы пишем на PHB, PHD, плюс MySQL, плюс там разные системы пластеризации и все остальное. Да, у нас PHB работает на трех серверах. Есть Frontier, которая дает главную страницу, и есть фоа серверы, между которыми настроена рефликация, это база данных. По поводу бизнес-моделей. Сейчас мы зарабатываем на Минейной рекламе. В Минейной рекламе. В Минейной рекламе? Да, в Минейной рекламе плюс контекстная реклама. В контекстной рекламе, кстати, приносит вам сущие копейки. А контекстная реклама через кого вы делаете? Яндекс. Минейная реклама – основной наш источник доходов, но после запуска новой версии сайта, о которой уже много было рассказано, мы думаем, что в структуре доходов контекстная реклама будет занимать совсем небольшую часть. Небольшую или большую? Небольшую часть. Она сейчас не занимает небольшую рекламу. О, я переговорил по Минейной рекламе. То есть я думаю, что это будет даже меньше, чем половина медийная реклама. Все остальное – это будут услуги компаний. Наверное, имеет смысл оставить немножко в тайне то, что мы делаем, но если в общих чертах говорить, это будут разные корпоративные пакеты для того, чтобы компании могли взаимодействовать с аудиторией сайта. Эта аудитория сейчас огромная и эта аудитория жаждет, чтобы с ней кто-нибудь взаимодействовал. Я думаю, что это была компания Мастерхост, которая рекламировала хостинг. И это было, ну, это было, наверное, в течение полугода. То есть первые полгода и никакой коммерческой рекламы на сайте не было. И не дай мне похмором. Как только появилась аудитория, я думал, что это был трафик в районе 5 тысяч суток, пришел первый рекламодатель. Он сам пришел? Да, он сам пришел. Я думаю, ну, он пришел так же, как и пришел к Юрису Анатолу. Только у него трафик поменьше чуть-чуть сейчас. И зато ядро. Ну, это тоже сложный вопрос. Какое ядро интересней? Смотря нам. Да, и смотря кому. А можно еще вопрос? Да. Денис, вот вы рассказываете про разные секреты. Вот зачем вам это нужно? А я, ну, я совершенно определенный человек. Я не думаю, что можно что-то скрывать. Ну, когда скрываешь, ты всегда думаешь, что кто-то что-то узнает, и будет плохо. Ну, чтобы обвязать конференцию, нужны усилия от вас. То есть, очевидно, у вас есть какой-то мотив, то есть, для чего вы ее организовали. Ну, на самом деле, меня поставили предфактом, что я должен здесь выступить. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вообще, я вообще довольно аутичный человек, веду закрытую область жизни. И я сегодня первый раз выступаю перед такой аудиторией. Вот, если что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У тебя в ЖЖ, у тебя в ЖЖ восхищался пророчество... АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень плавно слышать. АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя в ЖЖ... АПЛОДИСМЕНТЫ Там пришли в ДОПУ, как писал, что вы не знали. Ты писал про то, что Мед Анеев восхищается японским сайтом. Да, помню было. Ты писал, что это очень круто и прочее, и прочее. Вот в тот момент у тебя было понимание социальных сетей на уровне, ну скажем, любого сидящего студента, который никогда ничего не делал. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас у тебя прошел какой-то период, и ты больше понимаешь, что может говорить за аудиторией с сайтом вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Что изменилось, по-моему, с того момента и сейчас? Ну, свою оценку, скажем так? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, что, как минимум, я стал врослее в тот момент. Соответственно, изменяющие мои взгляды, наделенные вещи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, именно про сообщество и про социальные сети. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая составляющая, которая делает его успешными в урисовом основе? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно, в тот момент уже был фейсбук, я не помню точно. Но на тот момент мультиплай мне довольно понравился. Сейчас я давно там не был и не представляю, что с ним происходило. Насколько я знаю, он очень популярен в Азии. Мультиплай. Что вы делаете в ЖЖ? Я там уже давно не проверяюсь. Я прошел тот период, когда ЖЖ был в моей голове, а сейчас его там нет. При этом какое-то время я писал уже разные посты. Затем я стал публиковать не текст, а фотографии. То есть раньше я писал свою жизнь какими-то записями. Затем я эволюционировал, стал писать фотографиями. А сейчас мне вообще ничего не интересно там. То есть у меня есть работа моя, и я довольно мало времени стал проводить с вами сетях. Хотя в последнее время я по всем родноклассники. Я нашел там девушку, когда я первый раз занимался сексом в школе. То есть там вообще никак не транслировался? Где? В ЖЖ нет. Апрокабр вырос за счет рекламы на дружеских сайтах, это Адме и Мембрана. Но большая часть успеха Апрокабра это его пользователей, которые по сарафанному радио рассказывали своим друзьям о том, что есть такой сайт и он интересный. И я вообще считаю, что хорошие сайты рекламировать не нужно, они сами требуют рекламировать. То есть самый максимальный эффект это сарафан на радио? Да, сарафан на радио это самая хорошая реклама любого сообщества. Не рекламная реклама, не реклама на телевидении, в которой кто-то фото информируется. А хороший, качественно сделанный проект, о котором пользователи сами рассказывают своим друзьям. Можно я задам вопрос? Да, конечно же. И к вам вопрос я говорю. Какие проекты, например, ОНЭТовские, вы можете считать удачными примерами сообщества, и странами сетей, то есть именно аутентичные сетки ОНЭТовские, кроме ваших сетей? Ну, вот я уже говорил об Одноклассниках. Довольно много моих знакомых сидят ВКонтакте. Причем, как я выяснил, в Стартакте в основном сидит одна молодая аудитория студенты, а Одноклассники это те, кто уже расстались со школы, остались со студенческой скамьей, и у них есть ностальгия по этим временам. Что еще отметил бы я? А ты сам есть в Стартакте? Да, есть в Стартакте. Мне еще нравится Лепрозорий. Я не знаю, как много пользуются Лепрозорио здесь, но это довольно хороший и интересный сайт. Можно я вам скажу вопрос? Насколько я знаю, здесь в Плазовой цикл, здесь в Плазовой цикл. Здесь есть в Плазовой цикл? Да, здесь в Плазовой цикл. Да, здесь в Плазовой цикл. Ну, среди общей тематических я, наверное, выделил бы мой круг, потому что это была одна из первых социальных сетей, которые я познакомился в свое время, то есть первых именно российских социальных сетей. И я до сих пор считаю наиболее удачный из всех проектов, которые были созданы за последний год. Из каких-то более узких сообществ. Я бы, наверное, выделил Revision.ru. Это сайт чуть-чуть таброподобной или табро чуть-подобной Revision.ru. Это сайт, где дизайнеры публикуют свои работы и обсуждают. То есть, в принципе, в сети российских проектов это наиболее удачный и в плане контента, и в плане того, как он технически сделан. Ну и, конечно, его дизайн должен быть на сайт. Так, в планах для этого сайта, что он сделан застанкнул давно и еще такого сайта нету. Да, я представляю, что он застанкнул давно, но я просто не видел старую версию, но ту версию, которую я отслеживаю с начала 2007 года, наверное. И, как бы, знаю людей, которые его делают, и знаю, что они прекрасные люди, что они прекрасные ресурсы. Что? Что? Revision. Давайте я вам, что открою вот. На уходе пока есть отличный вопрос. Тут, Игорь, еще вопрос проигранного строка. Я очень понимаю, что я через адресу вас задал сейчас вопрос у нас в этой конференции. Вот один из вопросов от Артема. Видимо, Игорь, расскажите, пожалуйста, про проект «Игроноски». Ну, как, в принципе, многие уже из тех пользователей по карьере Хаббер, кто видел эту заглушку, примерно представляет себе, что это сообщество геймеров. Можно показать этот вопрос? Да. То есть пока он сайт находится на второй сайте, по крайней мере, в своей внешней части. В принципе, это сообщество геймеров. Какие-то дополнительные вещи рассказывают им не буду сейчас просто поскольку идеи, которые есть там, там заложено пара идей, которые мы точно знаем, что в России не применялись, и на запуске на тех крупных ресурсах, которые мы встречали, они тоже не применяются. Конечно, там будет та же система саморегуляции, что и на старых проектах применяется. Естественно, там будет карма. Срок запуска, сейчас он определен, как заказательный стиль, он должен оказаться к, например, апрелю. Ну, я надеюсь, что по мере того, как мы будем приближаться к этому сроку, будут появляться новости, потому что сейчас, конечно, если кликнуть на любой из тейлов, откроется форма для того, чтобы оставить свой email. Нет, это не отбор спама. Просто мы обещаем, что, как только будут появляться какие-то новости, пользователи будут связаться именно через email. То есть на дальнейшем новости о проекции на хабре появляться не будут до момента запуска закрытой материал-син. Но новости вот в этот период до запуска уже будут. У нас есть магазин в 3. Мы хотим сделать социальную футбольную сеть для людей, которые интересуются футболом. Причем интересуются не просто на уровне «пришел в бар», «посмотрел в друзьями», а на очень глубоком и высоком уровне, когда человек знает, кто играет в защите Бавали или за сколько перешел «паду» в Милан из Крузеера Бразильского. То есть мы хотим сделать ресурс, в котором будут реализованы многие интересные вещи, реализованные футбольным менеджером. Я не знаю, играл кто-нибудь, не играл. Есть такой тип игры «футбольный менеджер». Это игра, где ты вживаешься в роль менеджера футбольного клуба и занимаешься всем, начиная от трансферов, тренировок и всем остальным. То есть мы хотим сделать сайт, который будет в каком-то смысле похож на эти вещи, но адаптирован к интернету. Я думаю, что, скорее всего, мы попробуем успеть в начале старта чемпионата России по футболу, который стартует в начале марта. Но я думаю, что мы как всегда облажаемся со сроками и это будет позже. Но ничего невозможно запустить срок делать какие-то проекты. Потому что если ты делаешь проект и регулярно его меняешь, потому что появляются пользователи, которые видят, что какая-то часть этого сайта плохо работает, где-то из-за «ты» и «забилити», то это приводится постоянно менять. Сейчас, во-первых, мы уже закончили большую часть этого сайта касающуюся публикации контента. На этой неделе разработчики приступили к корпоративным подпискам. Я думаю, что, наверное, еще больше месяцев не мог точно, да? Мы планировали, что бета-версия, вот новая версия Хабра, она появится в закрытом тестировании с MATA. В открытом режиме, я думаю, что вот тоже начало апреля, проявление соберутся. Тут поступило еще довольно много вопросов. Если вы не против, я отвечу на них. На каком языке написан Хаббар? Хаббар написан на Дхаббе плюс связка с Маскоей. Расскажите подробнее по поводу работы с дизайнерами. Хороший вопрос. Когда я делал Хаббар, дизайнер как-то таковым не был, потому что я выполнял роль дизайнера. Сейчас наши отношения с дизайнерами находятся в далекой плоскости. Все новые проекты, которые мы делаем, мы в дизайнерском смысле их отсосим. Потому что все то время, что мы занимаемся сайтами, мы не могли и не можем до сих пор таких хороших устраивающих нас дизайнеров, которые находятся в этом городе и готовы приходить в офис работать в фулл-тайм. Как правило, хороший дизайнер, разбирающийся в типографике, в юзабилите, он фрилансер и он уже где-то работает, где ему очень хорошо. То есть таких людей довольно сложно перетаскивать в другую компанию. Поэтому мы остановились на аутсорсе. То есть мы аутсорсим два новых наших проекта в региональных компаниях. В Самаре, он Турбамил в Самаре, Турбамил рисует нам реглёр, а Игроностор будет рисовать Кнок-Кнок, это казанская компания. Кнок-Кнок. Ну, наверное, потому что мило ты сказали тоже. Почему для разных компаний? Потому что так, во-первых, они меньше загружены, во-вторых, так у них есть какая-то условная конкуренция, когда ты все вещи отдаёшь на аутсорс не в одну большиную компанию, а в несколько разных, так тебе проще и отрока контролировать. Нет, нет. У нас у каждого проекта есть менеджер, который ведёт дела этого проекта и он, собственно, отвечает за дела этого проекта. То есть если он где-то по странам прорисает, то, соответственно, нужно как-то это менять. Если на другом проекте прорисает, то, соответственно, претензии к другому человеку. Ну, если, скажем, эта компания и её сотрудники, численность её сотрудников позволяют нам аутсорсить два сразу проекта, то я думаю, что мы его проводим. Но пока мы остановились на том, что мы каждый проект относим отдельно. А сколько у вас в штате людей работает над одним проектом? Ну, как правило, у нас есть связка из программиста, верстальщика и менеджера. То есть это три человека, которые участвуют в проекте. На каких-то этапах к ним могут участвовать другие люди и там, скажем, их может быть в два раза больше, чем можно. То есть всё зависит от того, какие задачи решаются и насколько там они провисают по сроку. А как бы, скажите, пожалуйста, относитесь вообще к аутсорсингу в том плане, что, допустим, есть у человека идея, да, могли там группу людей нарисовать, скажем, там, карту сайта приблизительную, там, допустим, маркерами на доске и всё. Дальше, допустим, есть некоторые начальные деньги, они отдают полностью весь проект аутсорсинг, а дальше уже как бы наслаждаются результатами. И второй вопрос. Как вообще вы оцениваете потенциалы размещения рекламы на узкоспециализированных и тематических сайтах? То есть многие говорят, что иногда понятно, что клиент там, но, в общем-то, если он уж совсем узкоспециализирован, много денег не привлечёт. Ну, вообще, к консорству мы относимся положительно. У нас есть опыт в виде отрисовки иконок, адапры. Покажем его иконки. У нас нарисовали иконки парни из Сомали, это компания Дубомиус. Все это удаленно, это самый настоящий аутсорс, и мы в полном восторге, наверное, как это всё происходит. Поэтому мы заказали Дубомиус, еще один проект, но, чтобы не нагружать, заказали другой и другой компанией тоже в бизнес-сорке. Второй вопрос был о рекламе. О рекламе. О рекламе в систематических сообществах. Я думаю, что со временем это будет очень перспективно, потому что, во-первых, с Нового года количество рекламных минут, которые могут быть на телевидении и показаны в одной программе в течение часа, это сократилось с 12 до 9. Соответственно, очень много денег рекламных, которые раньше были на ТВ, они пойдут на их кнопочный интернет. Соответственно, реклама всех ресторанных порошков и зубной пасты и тех или иных духов будет размещаться в тематических сетях, которые посещают женщины. Текущее положение вещей мне сложно снять, но я думаю, что тематические социальные сети сейчас пока недооцениваются. То есть, возможно, в конце этого года будет как раз максимальный интерес к этим проектам. То есть он выйдет на близкий к максимальному. А кто этот вопрос задал? Я думаю, что это хороший вопрос, и вот эту книжку я отложу уже вам. Вот. А всех людей, которые приходили поработать как компанию, мы ни одного не спрашивали о образовании. Вот что интересно. То есть, для меня к нам человек может не показывать корочки то, что он закончил. То есть он проект, но это не решающий фактор. А решающим фактором является наличие какого-то подхолия уже сделанного и, ну, соответственно, личностные качества человека, там его коммуникабельность, вот там креативность, исполнительность, ответственность. То есть вот по, наверное, этим основным параметрам мы оцениваем людей, которые приходят нам работать. Прежде всего мы смотрим на то, что сделал человек в других проектах, компаниях или, там, не знаю, в молодости, студенчестве. На образование мы не смотрим вообще. А вам не кажется, что корочка как раз для разработчиков, в общем-то, показатель его дисциплины не пропадирует? Ну, у нас работает сейчас больше десяти разработчиков, и у всех у них не спрашивали корочки, и все они устраивают. За исключением одного, который проработил у нас в месяц и ушел в тос-потолго, потому что его банально перекупили. А сколько вы сказали, поесть 10? Ну, у нас шесть программистов и три технолога. Три технолога и два человека, которые занимаются проектированием. А где мы ищем? Ну, вот просто рассказали, что большим программистам легко найти. Нет, по хорошему программисту очень сложно найти. Особенно сейчас, когда рынок труда вот в этой области очень сильный перегрет. То есть, сейчас многие программисты с опытом, минимальным опытом, 1-2 года, и с багажом знаний в виде установки какого-то квинфикса приходят и просят 2000 долларов. Это нормальное явление, и когда такие вещи происходят, я очень сильно расстраиваюсь. Ну, расстраивались ли вы один, но есть дела надо, и людей какие-то надо. Да, у нас, например, в любой компании, прежде чем нанять разработчиков, мы его тестируем. У нас есть тестовое задание, и в зависимости от того, как человек сделает задание, мы принимаем решение брать или не брать. Да, для этого нужно, чтобы он к вам пришел сначала? Да, да. Для этого мы пользуемся разъемом работы на хавле, мы вывешиваем там свои лакансии и находим людей. То есть, в основном, а для работы, например, пользователей хавле? Ну, у нас, все люди, работающие у нас, являются активными пользователями наших проектов. То есть, нет таких людей, которые пришли и не знают, чем мы занимаемся. Мы у любого человека по рекламу спрашиваем, зачем вы к вам пришли, прежде всего. Второй вопрос, мы спрашиваем, почему вы уходите с брать на работы. А затем уже начинается выяснение личностных качеств и, там, что сделал человек. Тут еще вопрос есть, если вы не против, я отвечу. Как вы тестируете защиту от атаковских атак? Как вы распределение нагрузки на североге и как мы, при этом, боролись с ТОСом? Детали технические, как мы боролись с ТОСом, я не расскажу. Я знаю, что мы поставили, мы воспользовались оборудованием, которое есть у нашего ТОС-провайдера. Это устройство, которое занимается фиксацией паразитного транспорта. То есть, на уровне не на уровне сервера мы фиксировали, а на уровне этого маршетизатора. Соответственно, этот маршетизатор позволяет фиксировать довольно сильные атаки, пробиваться от довольно сильных атак. А поскольку та последняя атака была проглажена этим устройством, как орешка, то мы особо сейчас и не страдаем для чего от этой атак. Как мы тестируем защиту от атакских атак? У нас есть, во-первых, мы сами тестируем, где-то есть дыры. Во-вторых, есть пользователи, которые находят эти уязвимости, и иногда о них сообщают в виде дефейсов. Ну, вот, собственно, таким образом мы и тестируем нашу защиту от атакских атак. В основном, чаще всего пишут письмо и говорят, что вот есть такой атак и уязвим. Мы говорим спасибо и делаем. Последний человек, он прислал письмо и сказал, что вот очень денег для информации. Насколько я знаю, никто не ответил, и после этого вот появилась картинка с черным кастелином. Вопрос из Америки, почему в России есть такой душевный проект, как Хаббар, а в Америке нет. У нас же эффект раньше нет, но в Сирии. Я не знаю, почему в Америке нет такого проекта. Нам, кстати, много раз предлагали сделать что-то вроде Хаббар-Хаббар, но в английском языке, но как-то мы не пришли к тому, что нам это нужно сделать. Если у кого-то есть такая идея, как сделать там привычный проект, похожий на Хаббар, то мы готовы с этим человеком встретиться и обсудить. У нас есть... А как на руку в России готовы? Ну, если этот человек приедет в Россию и с вами поговорит, потому что здесь написано, что вопрос из Америки, то я думаю, что можно будет это все-таки попробовать, как говорится. А можно еще вопрос по поводу дизайна? В фонке вы, допустим, заказали у TurboMilk. Да. Информационный дизайн мы делаем сами. Причем он делается не на уровне от первого фотошопа, ну, либо от другого практического пакета. Мы это делаем с технологиями в паре. То есть есть технологии с CSS-файлами, и вот на этом уровне мы многие вещи меняем, где здесь меняем дополнение проекте. На уровне фотошопа удобства... На уровне фотошопа рисуются какие-то графические вещи, иконки, логотип, тени, блики, такие вещи. Ну, как вы видите, все наши проекты в основном текстовые. То есть там график и минимальный набор. Это либо логотипы иконки, либо просто логотипы. Вот все с добро, это текстовой дизайн. Расскажите, правильный приближение. Сделайте у нас гардероб, закрывай СН9. Поэтому, если кто-то на основном там одежды, или вам не трудно, сходите его, возьмите и выполняйте вопросы. Как вы оцениваете риски, связанные с проектом live.cnews.ru? Ну, я думаю, что здесь никаких рисков нет, и этот проект... Мы не боимся этого проекта, и не считаем, что в связи с его существованием существуют какие-то риски для нас. Больше того, к нам вчера пришел один сотрудник там в РБК, который занимался в том числе этим проектом, и он теперь работает у нас, потому что там ему не интересно больше. Что случилось у Турика, почему-то им отделилось? Ну, я уже рассказывал, что с Турикой ничего не случилось, Турика на Хармане существует, а Турика занимает разработки Адакистана, который откроется, по-моему, 12 апреля, в день запуска первого спутника, или первого полета на сколько, что у нас было на этот день. Да, ну, то есть метафора понятно, то есть 12 апреля против Адакистана, это будет даже интеллект. Какие тематические сети вы собираетесь сделать после Триллера и Игроностры? Не хотите ли сделать сеть музыкальную или по фильму? Адакистана. Ну, а у нас есть план, адрогонт. Мы в этом плане четко выделили проекты, которые мы собираемся заниматься. Это четыре проекта. Игроностры, Триллер, Абрахамур и Автокадабра. Соответственно, если не случится какого-то коллапса или там чего-то еще, то мы будем заниматься только этими проектами. Если вдруг придет к нам человек с большими горячими глазами и скажет, что нужно делать музыкальную сеть или сеть на фильмы, и он убедит нас это делать, то, возможно, мы и будем делать этот проект. Но пока у нас есть четыре проекта, и мы не хотим не заниматься ничем остальным. Мы думаем, что наша компания будет немножко похожа на нынешние статистические дома, в активе которых есть муажные журналы. Но, в отличие от этих домов, нашими активами будут статистические сети. И мы думаем, что через три года мы можем стать самым большим изнательским новым в России. Есть ли права выхода на ЭКИО? Ну, это в области научной фантастики для нас. То есть у нас, мы, если честно, мы сейчас до сих пор в лучшем компании. Но наши доходы, они каждый месяц растут. Так же, как и растут посещаемость наших проектов. А что вы думаете, у нас играть сейчас? Да, дальше давай. Вы создаете математические сайты. У меня люди, которые понимают идеологию и концепции всего сайта, как живого организма. Кто эти люди вообще не назвали? На ХАВРе это МИУ. Поскольку МИУ, как вы знаете, занимался разными странными делами в Казани, а потом буквально за месяц откачал себя самого лучшего пользователя. Он сейчас занимается ХАВРом. Автокадаброй занимается Павел Мусель. Его сейчас здесь нет. Это человек, который знает, как выглядит фонда Цивик в таком-то кузове и такого-то года. Для сему автомобильная тематика интересна. Дриггером сейчас занимаюсь активно ярко, потому что, если честно, меня футбол интересует больше всего в этом мире. Если брать ХАВР, что-то остальное, то меня интересует больше всего футбол. А игроноской будет заниматься Игорь первое время с привлечением уже одного молодого человека, который к вам присоединится в феврале. Он будет менеджером игроноской. То есть этот человек тоже довольно хорошо разбирается в играх, и Игорь ему интересна, кажется, сфера деятельности работы. Книж, ты сейчас рассказал про клетки, которые уже готовы к игроноской. По-моему, я о них и спросил, нет? Я спросил про то, как задумывалась сама тематическая ниша, развивалась сфера? Во-первых, все эти проекты, как мы считаем, они потенциально могут быть больше, чем 100 тысяч посетителей в сутки. Почему эти четыре тематики? Не только потому, что у нас в компании эти тематики интересны людям, которые делают эти проекты, но и потому, что эти проекты потенциально могут быть очень большими. То есть не просто, скажем, сообществом, которое считает 20-30 тысяч человек в сутки, как, скажем, на Ипате или что-то еще, а потенциально эти проекты могут быть очень большими. А как это оценивается? Это оценивается путем оценки трафика похожих проектов, занимающих лидирующие положения в этом секторе. Что-что? А как же просто интересно вам? Ну, вот в том пределу, что мы выбрали то, что может быть большим, и то, что интересно. Иссечение? Да, да. То есть откликать эти киски от единицы? Ну, да, да, да. Ну, просто так, что вот эти, давайте будем делать сайт для эмо-девочек, мы, нет, не будем. Хотя эмо-девочек, я думаю, очень много, это тоже большой сайт. Кто пишет механизмы, которые позволяют сайт, чтобы проводить вместе с этим? То есть есть много сетей, да? Они как-то организуют. Я вас вообще не разлышал потом сейчас. Любой сайт, любая социальная сеть, перед тем, как участие должна найти какую-то там, для общественного производства, которая будет всего. Да, я понял. Ну, о чем ты говоришь, прямо сейчас происходит автокадавр, если честно, автокадавр сейчас развивается не так, как мы планировали. То есть смысл в том, в чем? Мы хотели сделать ресурс, который объединит разрозненные автоклубы. Сейчас я заметил довольно много разных разрозненных автоклубов. Там есть Астро-клуб, есть Маздо-клуб. И все они существуют сепаратом друг друга. Мы сделали автокадавр для того, чтобы эти автоклубы объединить. Для того, чтобы это сделать, мы воспользовались тем, что у нас происходило с Хаврам. Но, как сейчас выяснилось с временем, у меня все хорошо работает. То есть люди почему-то не хотят объединяться и не хотят общаться конкретно в ламках одного микроклуба, когда, скажем, у тебя есть машина. У них разве проблемы? Они общаются в общем котлее, который называется «Нас Фристайл». Там они общаются, а в своих клубах не общаются. И вот этот факт сейчас очень похож на то, что происходило с Абрахамром в его начальной стадии. У вас там 8000 юзеров? Да, 8000 юзеров есть, и они все общаются, но они общаются не там, где мы хотели бы быть. Они общаются в вашем общем котлее, а не в своих клубах, для которых мы сделали, собственно, сайт.